всем привет меня зовут степан я представляю проект my city ну по крайней мере один из вот я расскажу вам про три проекта которые мы делали которые так или иначе связаны с там сбором данных большого количества людей краудсорсингом и все такое да класс а мы да это пдф конечно спасибо же вот 2011 году сидя каким-то июньским днем за компьютером и втыкая в интернет я увидел офигенную новость о том что моем родном городе мурманске все троллейбусы которые есть в городе троллейбусы на секундочку в мурманске это ключевой вообще вид общественного транспорта это как метро и в питере или в москве так вот все троллейбусы в мурманске оборудовали бесплатный вайфаем что было конечно просто грандиозной новостью для меня потому что там тот же вайфай в метро появился в москве там через несколько намного лет несколько лет позже такое было только в европе я очень сильно офигел от этой новости психанул бросил все и переехал обратно из москвы в родной город мурманск чтобы развивать систему открытых данных и всего остального вот и первая вещь которую мы сделали в 2011 году мы подумали как вообще с чего начать тему открытых данных в россии вот первая вещь которую мы которые пришли разумеется был общественный транспорт совершенно случайно мы узнали что те же самые троллейбусы которые в чуть чуть раньше оборудовали вайфаем в тот же момент оборудовали еще и gps навигаторами которые использовали для внутренних каких-то задач отслеживания водителей и так далее мы подумали что как круто но очень жалко что эти данные никак не показываются людям нет никакого приложения которое показывает там через сколько минут при троллейбус и так далее и мы пришли к транспортному депо сказали типа давайте сделаем такую штуку они сказали круто но мы уже делаем и она уже там через пару дней появится такие жаль через пару дней действительно появилась у троллейбусного депо свое приложение она была отвратительная чтобы посмотреть через сколько минут при троллейбус ты должен был сделать семь кликов ты должен типа выбрать был где-то находишься потом нажать остановку номер маршрута который тебе нужен и потратить минуты две-три стоя на остановке и мог в это время на самом деле пропустить уже 23 троллейбуса вот мы решили что это неправильно взяли зашли на сайт который они использовали покопались в коде поняли что какие-то данные мы можем взять прямо вот так вот даже никого не спрашивая и сделали свою версию приложения который не выгладила таким образом тебе не нужно будет нажимать вообще ничего ты просто открывал приложение подтверждал что она может использовать location и она показывала ближайшие троллейбусы к остановкам где ты находишься вот это в принципе было прикольно но мы решили что может быть можно как-то пойти чуть-чуть дальше вот и придумали такую штуку что чуть чуть раньше как и говорил уже все троллейбусы оборудовали бесплатно вайфаем но на самом деле работал он так себе ты мог прийти утром в троллейбус тебе ехать 40 минут ты открываешь телефон и понимаешь что вайфай реально не работает вот и люди в какой-то момент начали постить в twitter сообщение с хэштегом вайфай 51 51 это регион сообщая о статусе вайфая они писали номер троллейбуса ставили хэштег вайфай 51 и писали вайфай не работает мы решили очень круто что такое есть и там реально действительно много народу это постила и решили что мы можем взять эти данные и прикрутить к нашему приложению благодаря twitter и как бы данным которые люди сами бульковали просто так в интернете в твиттере мы добавили функционал в наше приложение который показывал статус вот здесь вот вайфая в каждом конкретном троллейбусе который к тебе направляется то есть ты открываешь приложение смотришь какие троллейбусы подходят к тебе которые соответствуют маршруту и выбираешь тот где есть рабочий вайфай это было просто такая забавная штуковина в которой 2012 году выглядела как супер инновация как настоящий прям космолет вот игравшись такими штуками мы начали как-то двигаться дальше в 2012 году совершенно случайно я оказался на мастер-классе одного норвежского архитектора который рассказывал о том как делать урбанистику строить города удобно для людей и так далее там подобно в конце мероприятия он вытащил вытащил огромную карту мурманска он такой приложительный очень на стену повесил ее и сказал всем вот вам такие sticky notes можете на них написать свою идею по улучшению города и приклеить ее в соответствующую точку на карте города очень много людей в этом поучаствовало все прям реально включили свое воображение как в детстве начали придумывать какие-то невероятные идеи кто-то написал то о чем вообще мечтал очень-очень много лет и в итоге карта заполнилась как-то довольно быстро мы посмотрели на все это дело и решили что давайте сделаем как бы из этого принесем этот же experience но в онлайн в итоге мы запустили проект май мурманск где как бы разместили большую карту города на которой каждый человек мог опубликовать свою идею по улучшению собственно города вот это был наш самый первый скетч никому еще не показывали такого такого первая версия сайта потом ее начали постепенно улучшать и в итоге дошли вот появился у нас какой-то фит с идеями отображение количество голосов за идею описание кнопка добавь спам потом еще чуть-чуть улучшили интерфейс и в итоге примерность вот так вот таким образом сейчас выглядит сайт вот соответственно что происходило дальше мы запустили проект просто так посмотреть что будет на самом деле все мы там трое человек работал над этим проектом мы исходим из каких-то мы были больше занимаемся какими-то там задротскими такими вещами сидим за компьютером там рисуем интерфейс и так далее и никакого опыта на самом деле с активизмом с вот общением с людьми и живыми у нас вообще на самом деле нет ничего делать с этим вам ваше представление реально имеем мы запустили красивый сайт сделали вас супер удобным а что будет дальше ну честно говоря представление имею хоть но хотели посмотреть на самом деле итоге за два месяца работы мы получили 237 предложений от 196 человек причем реально из них два процента сообщений было спамом настоящему тоже как бы от этого немного офигели потому что думали что люди будут постить какую-то ерунду ну нет на самом деле почему-то такого не произошло до сих пор не понимаем почему вот мы увидели этот объем данных подумали блин как круто ну а чё нам теперь с этим делать на самом деле вот представление реально не было пришли к умным дядькам они нам сказали ну пишите типа официальное обращение в муниципалитет проектах там типа красиво петербурга и так далее мы на тот момент не знали ну решили как-то изучать эту тему постепенно постепенно ковыряясь до сюда мы как-то поняли как писать эти обращения наладили какой-то контакт поняли как делать темплейты вот но в какой-то момент мы поняли что примерно мы тратим ну часа два-три написание одного обращения а у нас их 237 что нам с этим делать вообще непонятно и самый главный вопрос который предоставил о том как приоритизировать обращение которые к нам поступили у нас есть там их огромное количество как выбрать те которые мы пишем в первую очередь и мы придумали следующую штуку мы придумали каждой идеи проставлять четыре параметра во первых стоимость реализации во вторых время воплощения предложения затем частота использования и количество вовлеченных человек для каждую из этих мы поставили три параметра типа хороший средненький и плохой соответственно стоимость реализации это было до 500 тысяч рублей среднем от 500 тысяч до миллиона и более миллиона рублей для времени воплощения до двух месяцев от 2 до 6 до 6 от 6 месяцев частота использования раз в день раз в неделю раз в месяц и количество увлеченных людей от 10 тысяч от 1000 до 10 до 1 тысячи соответственно если например проект стоит меньше 500 тысяч его делать меньше двух месяцев им будут пользоваться больше десяти тысяч человек и будут пользоваться каждый день это вообще просто бинго мы должны это делать в первую очередь и вот как бы вот вот идея которую нужно отправлять непосредственно прямо сейчас вот благодаря этому мы составили табличку которая показала нам вот приоритетные задачи на время реализации прямо сейчас вот мы начали заниматься этим и каким-то образом даже чего-то реализовали сами того не ожидая в городе какие-то улучшения вот потом через какое-то время на самом деле не сейчас мы отошли немного вот темы активизма мы увидели огромный спрос из других городов на саму технологическую платформу которую мы каким-то образом создали и мы решили сделать из этого платформу которую назвали май сити в 19 августа 2013 года запустился первый сайт на нашей платформе это был проект супер горький в нижнем новгороде вот и буквально через несколько месяцев мы были уже в 13 городах в россии сотрудничали с гражданскими активистами в нескольких российских городах вот и еще одна вещь которая хотела сказать последние постепенно после того как мы охватили какую-то часть россии мы попытались выйти на западный рынок с нашей платформы и попытались если в россии мы сотрудничали в основном с городскими активистами мы подумали можем ли мы действительно продавать эту платформу в непосредственно муниципалитеты за рубежом и совершенно случайным образом мы оказались в городе тромся в норвегии где мы познакомились с ребятами из городского муниципалитета которые хотели сделать следующий проект они планировали проект под названием куда движется тромся где они хотели собрать как бы идеи по улучшению города на ближайшие там 20 лет вперед их изначальный план заключался в том что причем это был проработанный план с утвержденным бюджетом с утвержденным таймингом так далее они собрались сделать следующее не собирались взять минивэн и проехаться на нем по каждому городу в кому не тромся это там порядка 30 городов и реально общаться в каждом городе с людьми вручную записывая все их идеи предложения и так далее проект скрыл гигантских денег но к счастью в последний момент они узнали о нас и сказали о круто давайте как бы сделаем с вами проект очень здорово в итоге благодаря этому реализовался проект май сити тромся где люди собирали свои идеи и он состоял из двух частей на сайте было две два слоя во первых люди могли предложить свои собственные идеи на примере май мурманска где просто любой человек говорил я хочу здесь парк я не знаю аттракцион водное поло что угодно и второй слой где муниципалитет хотел точно также выразить свои идеи собрать feedback с населения соответственно они публиковали отдельный слой где нельзя было оставлять свои собственные идеи можно было комментировать идеи от муниципалитета были прописаны конкретно проекты с ссылками на pdf и так далее вот в итоге за сколько три-четыре месяца работы этого проекта 40 ой 37 идей реальных где от горожан обычных я не знаю фермеров которые там пасут своих лосей в городе тромся далеко на севере в арктике в норвегии 37 идей реально были проработаны и добавлены в официальный мастер-план по развитию города до 2020 года и они реально будут реализованы вот таких примеров у нас было еще несколько но это мой самый любимый и вот собственно все спасибо если кто-то из желающих задать вопросы степану есть а есть да отлично сейчас секунду что сейчас вы делаете какие проекты вот на чем сейчас работаете по улучшению системы но мы по прежнему работаем от самой платформы мы просто если изначально мы работали на проекта май мурманске занимались какой-то именно вот активистской деятельностью скажем так по как бы модерированию этого май мурманска сейчас мы именно сфокусированы на продукте май май сити и привлечение вот след новых муниципалитетов за рубежом в первую очередь что мы пытались заработать с активистами в россии но там тяжеловато сейчас мы есть трех городах европе это вот тромся с пуф финляндии если знаете такой и киркина с норвегии тоже вот сейчас дальше развиваем платформу пытаемся понять как привнести больше пользы в мир да пожалуйста спасибо не хватает конечно иллюстрации какой-то работы с российским муниципалитетами такого вот вообще не было ли он печальный настолько что его не хочется освещать не он есть просто он не вместился на самом деле в 15 минут вы можете это в страничке мероприятия написать об этом или все желающие могут задать этот вопрос приходите на мой бенефис когда нет мы самый крупный проект который можете посмотреть my kurgan.ru там работают отдельно активисты просто мы предоставляем техническую платформу они сами занимаются уже развитием как бы популяризации так далее они реализовали очень много проектов там порядка 50 причем у нас на карте отмечено точки зелеными которые реализованы и важный еще момент что мы фокусируемся на идеях по как бы модернизации города они на каких-то вот мелких а с местными властями очень тяжело к сожалению но то есть даже не в том плане что они там козлы и все такое просто с муниципалитетами действительно пока что сложно найти общий язык потому что у них не построены необходимые процессы это довольно новая штука для этого нужно выделять отдельного человека запланировать бюджет очень много всяких вот таких вот внутренних процессов процесса нету к сожалению то есть в каких-то городах у нас но был интерес понимали как бы ценность но вот до конца вот в пройти весь бюрократический процесс не получилось к сожалению да хорошо да степана когда будет вот искал бенефис ты имеешь ввиду это как не я прошу тебя а окей мы можем организовать если надо да да хорошо большое спасибо давайте поаплодируем спасибо